Проблемы с урожаем в зерносеющих регионах нагнетают обстановку на рынке пшеницы и муки. Аграрии говорят, что качественной пшеницы третьего класса уже не будет. За последнюю неделю стоимость зерна повысилась до 140 тысяч тенге. Что будет с ценами на муку и хлеб, Айжан Утеова разбиралась. Таких дружных сходов аграрии не видели даже весной. А это на минуточку убранная часть поля. Зерно осыпалось и начало прорастать заново. А вот эту клетку еще предстоит убрать. Но будет ли что убирать? Большой вопрос. Колос практически пустой. 20% зерна на полях этого хозяйства в Миндагаринском районе осыпалось до начала уборки. А от 30 до 40% проросло в колосе. Большая часть урожая пойдет на корм скоту. А ту качественную пшеницу, что удастся убрать, аграрии оставят на семена. Кустанайский сельхозтоваропроизводитель Бейбут Кульшибаев уверен, проблемы зерновиков отразятся и на мукомолах. Мукомолы себе убуток работать не будут. Ясно, что если сейчас цена поднялась до 40 тенге, то цена муки однозначно поднимется. Если государство не примет какие-то меры и стабилизация фонда не выделит дополнительные объемы зерна. Сейчас на рынке зерна и муки наблюдается паника и ажиотаж. Этим пользуются и российские трейдеры. Если неделю назад цена российского зерна составляла 15 тысяч рублей, то сейчас доходит до 20 тысяч. И это без учета НДС. До начала уборки кустанайские зернопереработчики на фоне прогнозов о хорошем урожае и снижении стоимости пшеницы опускали цену на свою муку. Первый сорт оптом продавали по 150-180 тысяч тенге, а высший сорт по 180-220 тысяч тенге за тонну. Но теперь, говорят они, из-за дорогой пшеницы прайсы придется пересмотреть. Мы в прошлом году уже с такой ситуацией проходили, то есть когда пшеница рост был до 170 тенге за одну тонну. При этом прайсе мы держали цену на первый сорт 200 тенге, на высший сорт 250 тенге. Ну и сейчас будет такая же ситуация, придется прийти к этим же цифрам. Плюс-минус. Точных прогнозов, будет ли дорожать мука и хлеб, когда и на сколько специалисты делать пока не берутся, ждут конца уборки в зерносеющих регионах. Однако на ситуацию с ценами на пшеницу и, как следствие, на муку и хлеб влияют не только погодно-климатические и финансово-инвестиционные факторы, но и геополитика. Внутренний рынок Казахстана отражает мировые цены на зерно, поэтому гораздо существеннее, что происходит с прайсами на пшеницу в мире. Казахстан в силу своего географического положения, оторванности от мирового океана, от морских портов внешних, мы, в общем-то, региональный поставщик. И наши цены, они формируются опосредованно, исходя из цен мирового рынка. Несмотря на все сложности с уборкой, и минсельхоз, и аграрии заявляют, для внутреннего потребления зерна будет достаточно. В стране имеется переходящий запас пшеницы с урожая прошлых лет – около 5-6 миллионов тонн.